День Победы 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 Это радость. Я в 43-м году встречал ребят наших бойцов, которые Орловскую Курскую Дугу выиграли, победили. И мне вручил самполит листовку «Орел наш». Вот с тех пор она со мной в груди греет для победы. В этот день особенно важно, что мы помним память наших воинов, для того, чтобы не делать ошибок. Но и самое главное, помним своих дедов, бабушек, матерей, всех тех, кто защищает нашу Родину. И в этот день я желаю каждому люберчанину радости. В округе прошло шествие бессмертного полка. Патриотическая акция, которая проходит в Люберцах с 2015 года после двухлетнего пандемийного перерыва, вновь вернулась к привычному формату. С портретами героев, победивших в Великой Отечественной войне, по улицам округа прошли тысячи люберчан. Шествие бессмертного полка стартовало с улицы Героя Советского Союза Николая Власова и пройдет до главной площади города. Здесь собрались люди разных национальностей, разных возрастов и профессий. Но объединяет их одно – они все наследники Великой Победы. Это мой дедушка Акатерин Борисович. Прошел всю войну, да. Очень много наград у него. Поэтому мы гордимся им, помним, гордимся всем. И желаем всем ветеранам здоровья крепкого очень. 5700 лоскутков с именами и фамилиями героев Великой Отечественной войны. Уже по сложившейся традиции акцию «Бессмертный полк» возглавляет вот это Знамя Победы. 9 мая 2017 года его длина была всего лишь 25 метров. За пять лет Знамя Победы выросло в пять раз. Сейчас длина алого полотна – 127 метров. Его деда Ликошов Петр Михайлович летал на Пе-2. Более ста боевых вылетов. Два ордена Красного Знамени. Орден Красной Звезды. Мои прадеды, получается, Полицковой Григорий. Он дошел до Берлина. Ну, к счастью, остался живой. Конечно, Чайпилов Антон, он рано, можно сказать, вернулся с войны. У него ампутировали пальцы ног и мобилизовали домой, в общем. А вот сидельник Федор Яковлевич, тоже мой прадед, он, к сожалению, пропал в безвести. Так мы о нем ничего и не знаем. Нет в России семьи такой, чтобы не памятен был свой герой, говорится в известной песне из кинофильма «Офицеры». Сегодня, в День Победы, несмотря на такую погоду, на снег, дождь, глядя на то, сколько людей пришло на акцию «Бессмертный полк», лишний раз убеждаешься в правдивости этих слов. Война не обошла стороной ни одной семью. Он воевал в 41-м году, под Одессой начал войну. Потом в 42-м на Кавказе они расстреляли все патроны, их танки взяли в плен. Он был в плену два с половиной года, был в Дахау. Потом перевели в другой хостлагерь, выжил. Вот, закончил войну под Кёнигсбергом, мой дедушка. Спасибо большое, спасибо, что пришли и рассказали нам о своем герое. Вот моя мамочка, она участвует в двух войне, война с Японией, война с... попала сразу на Курскую дугу. Мой папа, да, он защищал Мариуполь и Волноваху. В этом году к акции «Бессмертный полк» присоединились 88 стран. В Люберцах шествие проходит с 2015 года. За это время многое меняется, но неизменно одно – память о наших героях. Скажите, пожалуйста, а чей партий вы несете? Дедушке своего. Где он воевал, расскажите? От Сталинграда до Берлина. Дошел. Поздравляю всех с Днем Победы. Мир, ну а небо над головой. Всего самого хорошего. Финальной точкой «Бессмертного полка» стал Центральный парк культуры и отдыха. Но участники праздничного шествия не спешили расходиться по домам. Там их ждала культурно-массовая программа с мастер-классами, концертами и полевой кухней. Подробности у моих коллег. Центральный парк в этот день стал большим музеем под открытым небом. Школы и гимназии городского округа Люберцы представили стенды своих военно-патриотических музеев. Рассматривая каждый из них, можно узнать много интересных исторических фактов, связанных с Люберцами. Наша гимназия носит имя прославленного героя, дважды героя Советского Союза, Павла Степановича Кутахова. В музее представлены личные вещи Павла Степановича. Когда проходил конкурс музеев, мы привезли китель, который передала нам семья Павла Степановича. У нас есть его фуражка, у нас есть документы, личные фотографии. На соседней площадке мастер-классы по изготовлению праздничных открыток и символов победы – красных гвоздик. Несмотря на переменчивую погоду, парк полон людей. Из дома вышли, начался дождь градом, мы немножко испугались, но нас согревал портрет нашего дедушки. Хотим рукоделие сделать и поздравить фронтовика. А представители общественной организации «День войны и память» в это время угощаются гречневой кашей. Полевая кухня разместилась у входа в центральный парк со стороны Дворца культуры. Каша прекрасная. По нынешней погоде очень хорошо, что она очень горячая, как наши сердца. Каша действительно была фронтовая, боевая. Вспомнили, как мы с родителями ездили в Смоленск, я с отцом, в Беларусь. И нас также угощали кашей гречневой. Чтобы небо было ясное и никогда не было войны. В парке была подготовлена и большая концертная программа. Песни военных лет прозвучали в исполнении творческих коллективов округа. И растает дым, и увижу я тишину полей. Воют сто ветров о моих друзьях, не вернувшихся. Ученик 55-й школы Никита Куракин пять лет занимается вокалом. В его репертуаре песни разных жанров, но патриотические на первом месте. Я хочу сказать, что День Победы это очень такой хороший праздник. Спустя два года после пандемии мы наконец-то все смогли собраться. Бессмертный полк прошел по улицам Люберец. Я знаю от папы, я знаю от деда. Девятого мая пришла к нам Победа. Тот день весь народ ожидал, тот день самым радостным стал. Днем Победы! В Люберцах состоялся флешмоб в честь Дня Победы. Организатор мероприятия «Российский союз молодежи». Подробнее в сюжете моих коллег. День Победы, как он был от нас далек, Как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгоревшие в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день Победы порохом пропах. Эта песня написана композитором Давидом Тухмановым и поэтом Владимиром Харитоновым в 1975 году. С тех пор без нее не обходится ни одно празднование Дня Победы. Сегодня под эту музыкальную композицию по всей стране проходят флешмобы. Один из них в Люберцах. Это все правильно. На крыну нет такого великого праздника. Это для молодежи очень достойно. Молодежь должна знать и уметь, и все это воспринимать правильно. Я рада, мое поколение рада за нынешнюю молодежь. Для подготовки потребовалась всего одна репетиция, которая состоялась в музейно-выставочном комплексе. Именно там участники распределяли музыкальные партии и договаривались о последовательности исполнения. Все собрались, все сплотились, все поняли, что мы делаем одно большое дело для всех. Не было какого-то именно лидера. То есть мы все сплотились и все вместе придумали такую вот идею. Сейчас у нас ветеранов становится с каждым годом все меньше. Хочется их поддержать. Хочется, чтобы они видели, что мы помним. Мы помним, чтим, и мы им благодарны за это. Мы должны понимать о том, что мир важнее всего. Флэш-моб организован Российским союзом молодежи городского округа Люберцы. В нем приняло участие 35 человек. Акцию поддержали артисты Александр Чайка, Ольга Барабанова, Алексей Блинов и скульптор Александр Рожников. Богдан Колесников, Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, Сергей Гвоздев. Телеканал ЛРТ. В праздновании 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие более 80 тысяч люберчан. Мероприятия прошли во всех городских поселениях округа. А ровно в 22 часа неболюберец озарил салют. Праздничные концерты прошли на всех главных площадках округа. В парке Наташинские пруды в честь победителей звучали песни военных лет. Спасибо дедушкам, бабушкам, прадедушкам, прабабушкам. Что мы вообще есть на земле. Праздник самый главный вообще для нас, для всех. Наши дедушки воевали, да? Прадедушки, прабабушки наши. Сегодня весь день мы танцуем. Под дождь даже попали. Рады всего. Первый салют в годы Великой Отечественной войны состоялся в Москве 5 августа 1943 года в честь освобождения Орла и Белгорода. Решение о его проведении принял верховный главнокомандующий Иосиф Сталин. Самым грандиозным салютом стал салют победы 9 мая 1945 года. Тысячу орудий 30 артиллерийскими залпами возвестили миру о том, что война окончилась. Враг побежден. Победа за нами. Самый лучший праздник. Прекрасный праздник. Гордимся. С Днем Победы! Ура! Ура! В честь 77-летия Великой Победы во многих российских городах прогремит праздничный салют. И люберцы не будут исключением. В администрации Люберец состоялось еженедельное оперативное совещание. Руководители управления и ведомства читались в работе, проделанной за отчетный период. Подробнее в нашем сюжете. В связи с майскими праздниками либерецкая полиция работала в усиленном режиме. Зарегистрировано более 2000 обращений от граждан. Возбуждено 23 уголовных дела. Из них 19 раскрыто по горячим следам. Личный состав участвовал во всех мероприятиях. То есть не допущено никаких громких преступлений. То есть продолжаем вести службу в усиленном варианте. Продолжается ремонт подъездов многоквартирных домов. Всего на 2022 год запланированы ремонтные работы в 146 подъездах. Из них 85 отремонтированы и 22 сейчас в работе. Реализуется также в городском округе Люберце краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов. Таким категориям, как ремонт фасадов, ремонт балконов, кровель, замена внутридомовых инженерных систем, ремонт отмосток. И сюда мы также включаем замену лифтового оборудования. Всего в 2022 году будет отремонтировано 135 многоквартирных домов. На сайте за.городсреда.ру до 30 мая проходит голосование по выбору объекта для благоустройства. В нем может принять участие каждый житель округа. В 2022 году в городском округе Люберце выбрано две территории. Это территория Стелла на въезде в городской округ Люберце и скверу жилого дома номер 10 по улице 3-й почтового отделения в городе Люберце. Мы просим принять активное участие в данном голосовании. И тем самым предлагаем сделать наш любимый округ еще лучше. За отчетный период скорую медицинскую помощь поступило 2239 обращений. Выполнило 1309 выездов. Из них 351 в экстренной форме и 958 в неотложной. Было 7 выездов на ДТП, 7 пострадавших, погибших нет. ДТП на ДТП доезд составил 100% до 20 минут. Фактическое количество бригад в городском округе 24. Средняя нагрузка на бригаду 10 вызов в сутки. Глава округа поздравил с днем рождения Алексея Сульдина, заведующего Люберецкой подстанцией скорой помощи. И Дмитрия Семенцова, главврача Люберецкой областной больницы. Владимир Ружицкий отметил их вклад в здравоохранение округа. Также на совещании глава объявила назначение Марины Зинкиной на должность своего заместителя по вопросам благоустройства округа. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В городском округе проходит капитальный ремонт многоквартирных домов. В этом году в программу вошло 135 МКД. В перечне работ замена кровель, фасадов, балконов и инженерных систем. На одном из объектов, где капремонт уже близится к завершению, побывала наша съемочная группа. В 2015 году заменили систему трубопроводов и деревянные оконные блоки. В 2018 установили два новых лифта. В прошлом, в 2021-м, отремонтировали подъезд. Дому на колхозной 5 уже более 30 лет. 16-этажную высотку постепенно реставрируют. Сейчас пришла пора утеплять фасад. Жители жалуются на холод в зимнее время. Износ идет, и видно плиты. Они же присаживаются, прессуются. И у людей начала появляться плесень в квартире. И ветер продувает начал. Жители обратились в управляющую компанию ЛГЖТ. Дом включили в план капитального ремонта. Кроме установки навесного вентилируемого фасада, здесь производят окрасочные работы. В результате жилое здание получит новый облик. И что самое главное, зимой в нем будет тепло, а летом не жарко. Даже несмотря на то, что мы дом утепляем, в летний период времени, наоборот, дом будет не охлаждаться, не остывать. И самое главное, что вентилируемый фасад подразумевает собой, скажем так, вентиляцию. Здесь исключительно за счет одного, скажем так, названия в летний период времени будет довольно-таки очень прохладно в квартирах. То есть не нужно даже на самом деле использовать кондиционер. На данный момент работа выполнена на 70%. На двух сторонах здания уже укладывают фасадную плитку. Завершить капремонт планируют к 25 мая. Там, где идут ремонты, жители, если видят, проходят и видят, что что-то делать не так, некачественно. Или на их усмотрение что-то делается совсем не так, то не надо ждать. Прямо там, я присутствую в социальных сетях, у нас есть почта, есть управляющая компания, надо звонить. Надо жаловаться, естественно, что мы приняли своевременное решение, поправили подрядчика. Капитальный ремонт пройдет в этом году в 135 домах. В шести МГД уже отремонтировали фасады, в девяти заменили кровли, а в двух жилых многоэтажках обновили внутренний фасадный газопровод. Луиза Игеазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается капитальный ремонт общеобразовательных учреждений. К первому сентября школы и гимназии, закрытые на реставрацию, должны вновь встретить своих воспитанников. Как продвигается работа в инженерной школе номер 6, узнали мои коллеги. Обновление инженерной школы началось в феврале этого года. Чтобы уложиться в сроки, строители трудятся в две смены. В каждой по 40 человек. Объем работы колоссальный. В здании 1938 года постройки заменят все, вплоть до инженерных коммуникаций. От старого, по сути, останутся только стены. Здание историческое, здание в достаточно таком удовлетворительном состоянии, так сказать. Поэтому работать приходится очень аккуратно, без вмешательства, так сказать, в несущей конструкции, с сохранением исторического вида здания. На данный момент рабочие демонтируют деревянные перекрытия и занимаются заменой кровли. Параллельно идет монтаж инженерных систем. Большая работа предстоит и над фасадом школы. Здания будут утеплять с помощью современных технологий. Было принято решение данную школу взять капитальный ремонт. Мы вошли в госпрограмму образования Подмосковья. И вот на сегодняшний день здесь достаточно активно ведутся работы. Подрядчик нам понятен, известен. Строительство под постоянным контролем 24 часа в сутки. Воспитанника общеобразовательного учреждения временно перевели в 43-ю гимназию. Сейчас там обучается более 20 классов. В новом учебном году они сядут за парт уже в своей обновленной школе. Луиза Игия Зарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. В администрации городского округа прошло заседание рабочей группы Минпромторга Российской Федерации. На встрече обсудили меры поддержки бизнеса, разработанные на государственном и региональном уровнях, а также меры финансовой помощи, утвержденные в муниципальной программе предпринимательства. Подробности в материале нашего корреспондента. В зале заседаний Люберецкой администрации собрались руководители ведущих предприятий, которые производят оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности, а также представители бизнес-сообщества. Главная тема встречи – снижение зависимости от импорта иностранных компаний. В настоящее время Минпромторг Российской Федерации реализует комплекс мер государственной поддержки. Программа со субсидированием скидок на оборудование для пищевой и перерабатывающей промышленности и механизм предоставления субсидий по производителям оборудования для пищевых и перерабатывающих производств при условии его продажи покупателей в рамках восстановления правительства России номер 823. Это размер субсидируемой скидки составляет порядка 15%. По количеству предприятий малого и среднего бизнеса люберцы занимают лидирующие позиции в Московской области. Сегодня в городском округе их более 20 тысяч. Компаний-производители получают поддержку со стороны администрации. Целый ряд таких подходов сделали. Ну, я не знаю, есть подобные в Московской области, не трудно сказать. Но все, что связано с определенным возвратом лизинговых платежей, всевозможные льготы по налогообложению, это все у нас есть. Мы стремимся, по крайней мере, быть полезными. Даю себе отчет, что всегда есть проблемы в взаимоотношении с надзорными органами, они самые разные, и в этом плане мы тоже отрабатываем. На протяжении 30 лет в Люберцах работает машиностроительное предприятие «Профессиональное кухонное оборудование» от ЭСИ. Генеральный директор Сергей Шатилов рассказал о проблемах, с которыми столкнулась его компания после введения санкций и предложил пути выхода из ситуации. Мне кажется, здесь все-таки проблема государственного масштаба. Создать заводы, воссоздать заводы, которые будут производить комплектующие для всего рынка. Первоочередная задача рабочей группы Минпромторга – понять, какие компоненты и оборудование необходимы российским предприятиям в течение ближайших трех лет. В дальнейшем эти данные будут переданы машиностроителям. Вся работа направлена на то, чтобы полностью занять рынок собственным производством. Уиза Иги Азарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Прошло выездное совещание по вопросам размещения наружной рекламы. Его провел первый заместитель руководителя главного управления по информационной политике Московской области Александр Минчук. На встрече обсудили меры дополнительной поддержки бизнеса в нынешних экономических условиях. Люберцы стали пятым подмосковным муниципалитетом, в котором по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева состоялось совещание с участием операторов наружной рекламы. Основная цель – услышать предпринимателей и поддержать их. В древнейшем 2014 году сказал бы, что всем тем людям, которые пришли и вложили деньги в Московскую область, там значили наружную рекламу, им надо помочь. Помочь вот эти сложные периоды, в которых мы оказываемся пережить. Компания «Восток Медиа» – одна из крупнейших в округе. На территории Люберец установлены 33 ее рекламных конструкции. Но работать в нынешних экономических реалиях трудно. Мы просим первый квартал 2022 года и возможные долги за 2021 год дать рассрочку на 6 месяцев, например, на конец года, чтобы мы платили. А второй, третий квартал отменить 2022 года просим. Комплекс мер для поддержки предпринимателей уже разработан. Многие вопросы будут решены на региональном уровне. Готова пойти навстречу и Федеральная антимонопольная служба России, которая осуществляет надзор за исполнением закона о рекламе. Срочка или освобождение от платежей на период до одного года. Раз. Пролонгация на год договоров и разрешений без проведения торгов по заключенным договорам. И третье – ходы аквет. Среди эффективных мер Александр Менчук назвал освобождение компаний от затрат по оплате аренды земли под рекламными конструкциями. Были обозначены и другие важные задачи бизнеса и власти. Сохранить рабочие места, сохранить уровень зарплаты, эксплуатировать конструкции и отвечать в социальную рекламу. На территорию округа работает 21 рекламная компания. Региональное правительство и администрация Люберец готовы рассмотреть меры, которые сегодня востребованы в отрасли наружной рекламы. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ. 12 мая празднуется Международный день медицинской сестры. Дата приурочена ко дню рождения Флоренс Найтингейл, сестры милосердия и общественного деятеля Великобритании, которая во время Крымской войны организовала первую в мире службу сестер милосердия. Глава округа Владимир Ружицкий поздравил медсестер Люберецкой областной больницы. Подробнее в нашем сюжете. Надежда Федина с детства мечтала помогать людям. В 18 лет пришла в инфекционное отделение Люберецкой областной больницы медсестрой и проработала здесь уже 40 лет. Медицина нужна в наш период сложный, как никогда. Вот случилась эпидемия. Куда без медицины? Нужно было помогать людям, спасать людей. Это было очень... Вот мы почти два года работали беспрерывно на ковиде. Владимир Ружицкий поздравил медсестер с их профессиональным праздником. Глава подчеркнул значимость этой профессии. Лучшим сотрудникам вручили благодарственные письма. У вас здесь работа такая, достаточно сложная, непростая, потому что вы всегда находитесь в группе риска. Все-таки инфекция, никто же ее не отменил. И я желаю, чтобы в этой группе риска вы не знали инфекции, заболеваний, чтобы вы ничего отсюда домой не приносили. Зачем вам это надо? Поэтому я желаю, чтобы вы были здоровы. Медицинские сестры непосредственно имеют дело с больным, выполняют назначение леча у врача. Сейчас мы находимся в инфекционном отделении Люберецкой областной больницы. Инфекционное отделение оказывало медицинскую помощь в весь период ковида. Здесь у нас было детское отделение. В отделении трудятся 16 медсестер. Сейчас под их присмотром 50 детей и 12 взрослых. Оказывают помощь пациентам с кишечными и воздушно-капельными инфекциями. Всего же на территории округа работает 1768 медицинских сестер. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся показ МОД. Мероприятие организовано при поддержке Ассоциации родителей детей-инвалидов в Подмосковье. Генеральным спонсором выступил депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Подробнее в нашем сюжете. Мама, я скажу тебе спасибо, что ты сделала так красиво. Колыбели мне... Мамы всегда готовы поддержать своих детей, но иногда помощь требуется и им самим. Сообщество «Люберецкая особенная мама» организовано год назад. Его основная задача – помочь женщинам с детьми с ограниченными возможностями здоровья. За этот год мы приобщили наших мам к рукоделию и научили их с помощью мастер-классов и с помощью проекта «Смогу заработать сам» творческой мастерской Людмилы Костровой рукоделию и творчеству. Соответственно, каждая из них сейчас выполняет какую-то надомную работу, получает за это какой-то гонорар. Сегодня мастерицы демонстрируют свои работы сами. В дефиле участвует 15 человек. Всего в сообществе более 30 женщин. Наталья Удовенко вступила в объединение менее полугода назад. Заняла третье место в конкурсе талантов «Люба-мама». Сегодня она на показе мод. Образы подготавливали для нас, асексуары и, в общем, прически. У нас был мастер-класс, то есть нам профессиональный тренер показывал, как надо правильно ходить, чтобы не растерять эти навыки. Когда кто-то не видел, конечно, я проходила по улице под счет 8. Мероприятие стало возможным благодаря содействию администрации «Люберец» и предпринимателей. Я могу только восхититься, потому что это люди особые, и мужество, которое они проявляют, воспитывая детей, это дорогого стоит. И наша с вами, конечно, задача поддерживать, помогать. За год сообщества «Люберецкая особенная мама» помогло более полусотни семей. Оказана юридическая, психологическая поддержка и помощь в трудоустройстве. Дмитрий Гринчев, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. А на этом выпуск завершен. Еще больше подробностей вы сможете найти на нашем сайте lrt.tv или в социальных сетях. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова